День Брянского поля проводится в регионе в 13-й раз. С 2016 года агропромышленную выставку принимает Брянский государственный аграрный университет. Официальная делегация возложила цветы к вечному огню на территории вуза. Монумент возведен в память о выпускниках университета, погибших в разные годы, защищая родину. Гвоздики к вечному огню возложили губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель председателя Могилевского облсполкома Анатолий Уласевич, председатель Брянской областной думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, сенаторы Галина Саладун и Вадим Деньгин, депутат Госдумы Николай Валуев и другие. Рады приветствовать вас, гости именитые, на Брянском поле! Душистый каравай – символ гостеприимства и единения, и символические кувшинчики с колоссиями хлеба в подарок каждому почетному гостю праздника. Десятки площадок и экспозиций развернули троженики земли. Свою продукцию представляют и крупные агрохолдинги, и небольшие фермерские хозяйства. Первым гостей встречает компания «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания «Мираторг» первая в России начала заниматься генетикой аберридентгурской породы. В 2017 году в Брянской области была запущена станция искусственного осеменения. Гостям рассказали, какими мощностями обладает холдинг, но оказалось, что губернатор лучше владеет цифрами. У вас не два, у вас три федота. 40 тысяч выгонящие, 20 тысяч трубчевс и 80 тысяч это севс. Дальше. По количеству работающих. Это только те, которые заняты местным КРС. А всего более 10 тысяч. Обширную экспозицию традиционно развернул Выгонический район. Все-таки именно здесь уже седьмой раз проходит День Брянского поля. Но каждый год район представляет что-то новенькое. В этот раз это было разведение пресноводной рыбы одним из местных предпринимателей. У него подрастают уже 4 тысячи самов. В районе развивают выращивание плодово-ягодных культур. Малина, смородина, клубника, алыча, яблоки и груши. Все, что выросло на Выгонической земле, можно было попробовать. Хлебосольные прилавки развернуло местное сельпо. Здесь и блины, и оладьи, и травяной чай, и квас. Гости не отказали себе в удовольствии снять пробу. Губернатор старался пообщаться с каждым участником агровыставки. Тем более, что тема для беседы всегда есть. В этом году будет супер хорошее. Хорошее, ради меня в кухне. Потому что это именно столько влаги тогда, когда она сейчас светит, никогда не было. Никогда не было. И вот эта влага сегодня, то, что прошли дождь 70 миллиметров, это будут и пшеница, и кукуруза, и картошка. Картошка уже гарантирована тонн 35-40 тонн. Да, 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 я говорю, это гарантировано. Один из крупнейших мясных производств в Выгоническом районе компания «Брянский бройлер». Местные рукодельницы вручили гостям тряпичных кукол, как оберег семейного счастья и домашнего уюта. Каждый год позитивную динамику в сельском хозяйстве показывает Брянский район. Выросли надои молока, урожайность культур. Один только журинический тепличный комбинат обещает в четыре раза увеличить производство томатов и огурцов. Тем более, что власти активно поддерживают этот населенный пункт. В этом году там сдадут школу, детский сад. Детский сад, там медпункт, все здорово. Так что у вас надо то, что обещали. Увеличение производства в три раза, да? Да, там получается в четыре. Четыре? Да. Небольшое фермерское хозяйство занялось производством сыров. Всего 12 человек, а выпускают более 40 наименований продукции. Их соседи по выставке семейный колбасный цех. Пример того, как даже небольшой коллектив может стать на путь большого успеха. Мы не хуже итальянцев. Мы лучше. У нас продукция лучше, исходное сырье. На день Брянского поля приехали не только аграрии. Вот завод нефтегазового и энергетического оборудования из Глинищева. Предприятие совсем новое, но уже вполне успешное. И сколько вы уже работаете? С января, да? С января мы уже работаем, да. Получается, вы полгода отработали? Так точно. Ну сколько продукции выпускают? В деньгах? По последним данным, около 7,5 миллиардов рублей. И на 3,5 года я разваривал буквально с руководителем предприятия. На 3,5 года вперед заказами обеспечены. Молодцы. Его вовремя построили завод. Вовремя, да. Вовремя. Почевское подворье представило не только своих аграриев, но и ремесленников. И тут каждому мужчине нашлось свое занятие. Губернатор Брянской области занялся отбивкой косы. Выше ясный месяц за всех облаков. Лучше, лучший хозяин земли Брянской за всех мужиков. Вице-губернатор Могилевщины примерил роль кузнеца. Сыр, мясные изделия, хлеб и не только. Всем этим богата Брянская область. Но не только продукты питания представлены на выставке. А еще то, без чего не вырастешь хороший урожай. Компания Фосагра, производитель минеральных удобрений. Это тот товар, который сейчас из-за санкций в большой цене во всем мире. На выставке представлен новый агрегат для проведения анализа почвы, чтобы выяснить, какие удобрения ей нужны. Хорошее дело. И под заказчиком делаете комплексное удобрение? Да, можем. Компонуете с различным количеством флосфора, калия, азота. Брянский аграрный университет. Этот вуз занимается выведением новых сортов самых разных культур. Все они пригодны для промышленного производства, предназначены для машинной уборки и внесены в реестр селекционных достижений. Вы молодцы. У вас сейчас идет смена элит института. Вы не потеряете то, что было наработано в предыдущем поколении. Самое важное. У пасечников время сбора меда. Его сливают с рамок из ульев в специальной машинке. Я занимался пчелами с 7 лет, до 40. Это мы знаем. Вот. Так что я знаю, как катать мед. Переработка молока – огромная отрасль для региона. Перерабатывающие предприятия рассредоточены по разным районам. И таких слов от губернатора ждет каждый руководитель. Вы молодцы. Вы просто молодцы. Спасибо. Успех. Мы стараемся. Будем стараться. На фермерском подворье гостям показали, как на Брянщине выращивают осетров. Предложили покормить очаровательных кроликов. Еще не так давно сельское хозяйство в России называли «черной дырой». Куда сколько денег ни вложи, не будет толку. В последние годы Брянская область показывает стабильный рост АПК. Является по многим показателям лидером и примером для других регионов. Об этом говорил губернатор, приветствуя участников праздника с главной сцены. В прошлом году мы произвели продукции сельского хозяйства на 118,8 миллиардов рублей. То есть почти на 120 миллиардов рублей. Мы производим сегодня каждый 30 килограмм мяса, который производится в России. Каждый 8 килограмм картофеля, каждый 14 килограмм кукурузы, каждый 12 килограмм рапса. Это действительно те показатели, которым нам сегодня и власти, и нашим труженикам села не стыдно сказать на любом уровне нашей страны. А если взять урожайность, то мы первые по картофеле, первые по кукурузе, мы первые в цифровой, четвертой в России по урожайности зерновых. И первые по урожайности рапса не только у нас в Брянской области в стране, азимового рапса, но и в мире. Мы в прошлом году получили под 44 центера азимового рапса, а самое лучшее это Англия 34 центера. И вот как я сказал, это те показатели, которые сегодня достигнуты нашими аграриями совместно с нашей наукой. Вот то, что мы 7 лет назад перенесли День поля в 2016 году на площадку Брянского аграрного университета, мы соединили еще раз науку с производством. К этой работе активно подключились и белорусские институты. Совместно с российскими учеными они выводят уникальные сорта, дающие совершенно неожиданный урожай. Я хотел бы сказать огромные слова благодарности нашим братьям белорусам, которые здесь представляет вице-губернатор Могилевской области. Ведь у нас сегодня третья пшеница, которая выращивается на наших брянских полях, она вся белорусская. И мы получили самый высокий урожай, наверное, в России с 25 центров, с гектара. А в этом году вот так складываются погодные условия. И вчера мы открыли завод в Новозыпкове, который был банкротный. У нас появились новые инвесторы, которые еще являются сельхозпроизводителями, которые работают в Воронежской области. И 40 центров считают как достижение. Вот мы вчера их привезли после открытия завода по нашим полям. Он сегодня присутствует здесь. Сергей Анатольевич, вы где? Вот, видите? И уже с утра не отходит ни от меня, ни от ректора, исполняющего обязанности ректора университета. А у нас, мне кажется, нужно просто хорошие руки, хорошее сердце, мозги, то, что есть у вас, и желание делать, работать на этой земле. Она отдаст все то, что может отдать. И то, чем нас поражает здесь, размеры урожайности, которые собираются здесь, на этой земле. Постоянные участники Дня поля – белорусские предприятия. В этом году к нам прибыли представители четырех областей Братской Республики. Наши президенты и Александр Григорьевич Лукашенко, и Владимир Владимирович Путин очень много делают для того, чтобы наши народы жили в доставке. Чтобы все было свое. Чтобы мы производили свое зерно, свое молоко, свое мясо. Чтобы производили свою технику для того, чтобы можно было возделывать все то, что мы вырастили. С началом агровыставки участников праздника поздравил заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин. Свое приветствие аграриям направил и председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Его зачитал сенатор Вадим Деньгин. Смотришь на Брянское поле и понимаешь, что Брянщина прокормит не только себя, но и не только ближайшие субъекты Российской Федерации, но и всю страну. И пусть враги потерпят сокрушительное поражение, а Брянщина продолжает быть номером один по агропромышленному комплексу в Российской Федерации. За Россию, за Брянщину и за Брянское поле! Ура! После церемонии официального открытия делегация отправилась на осмотр сельскохозяйственной техники. Губернатор лично оценил параметры тракторов производства Петербургского тракторного завода, который всем известен как Кировец. Эта техника пользуется спросом у брянских фермеров. Ключи от пяти машин губернатор вручил лично руководителям хозяйств. Долгий и обстоятельный разговор состоялся с руководством завода Брянск-Сельмаш. Компания производит целый ряд машин. Одна из наиболее востребованных – это мульчер. Устройство позволяет бороться с мелколесим и особенно полезно при вводе в оборот неиспользуемых сельхозземель, которые успели порасти кустарником и молодняком. Машину тут же оценили в действии. Бревно превратилось в щепки за считанные секунды. Свою продукцию представил и Гомсельмаш. Этот завод является учредителем своей брянской дочки. Еще один пример белорусско-российской кооперации – компания «Амкадор». Сейчас она предлагает аграриям свои зерносушилки. «Россельмаш» выставил свою линейку продукции, в том числе флагманскую машину – зерноуборочный комбайн. Московская компания «Истмашинери» предлагает технику для небольших хозяйств – это малые трактора. После осмотра техники гости отправились на экспериментальные поля аграрного университета. Здесь выращивают разные сорта разных культур. Воочию можно убедиться в урожайности тех или иных растений. Питание должно быть, защита должна быть и должна быть вода. Вот я на том поле, где мы были. Мы там были с Борисовым влажностью года три назад. Там стоял урожай по 200 центров. А получили 110. Почему 110 получили? Потому что влаги не стало. И оно просто-напросто или сбросило вообще. Просто абортирует. А также убедиться в том, насколько важно вносить удобрения, что называется, по науке, а не на глаз. А это символический праздник первого снопа. Этой традиции уже много веков, и она до сих пор жива в народе. Первый сноп подарили почетным гостям. И еще один подарок от компании «Брянск-Сельмаш» нашему аграрному университету – новый комбайн. Студенты во время обучения смогут оценить его характеристики, испытать и изучить. Ключи в риоректора вуза Николаю Бардадыну вручил губернатор. Это хорошее вложение в будущее. А будущее – это специалисты аграрного университета. Мы с ними сотрудничаем сельского хозяйства в Брянской области. И большинство людей работают с этим институтом. Да, если мы с института приучим грузовскую технику, то они потом будут там, где работать, продвигать именно вашу технику. Потому что мы сделали правильные инвестиции в будущее. И в завершении традиционно в День Брянского поля проходят соревнования добровольных пожарных команд. На старт их вышло 24. Они защищают 27% территории Брянской области. Они первыми приходят на тушение пожара как раз в агрокомплексе. Поэтому я предлагаю, Александр Васильевич, ударом в рынок дать старт. Забегу! Внимание! На Брянском поле представлены продукции и услуги для успешного ведения сельского хозяйства. Современная техника, средства защиты, семена перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки урожая. Научно-инновационные достижения и многое другое. Это, безусловно, авторитетная площадка для обмена мнениями и развития бизнеса. Александр Новиков, Сергей Дюков, Дмитрий Матеров. События. Выгонический район.